Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере, одни роли плэй, четвертый сервер, у них здесь легенда футбуль, не забывайте вводить по ним по регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН, потом убирайте десятый пункт промокод и пишите вот такой промокод. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серийка, и сегодня я хочу протестировать кое-какую машину, но, к сожалению, ее здесь нету. Как вы помните, в предыдущей серии я ездил на Ranger SVA, и он мне очень понравился, я хотел сегодня его протестировать, заснять об этом видео, но, к сожалению, его здесь нету, и я кое-что другое придумал. Как вы знаете, я на разных проектах, у меня есть RS, и сегодня я хочу протестировать на Redmi RS, потому что я на ней еще даже не ездил, на самом деле, и мне будет интересно, так сказать, сравнить, но это будет сравнение в моей голове, а так мы просто протестируем эту машину на Redmi, я выскажу о ней свое мнение, стоит ли ее покупать вообще или нет. И поедем в автослон, хотя посмотрим, сколько она стоит, по-моему, она стоит около, наверное, 7 миллионов, ну, короче, не важно, пацаны, все, садимся в машину, и поехали ее тестировать. Ебать, аренда стоит 13 тысяч, пацаны, это просто пиздец. Сначала, я помню, стоила аренда 11 тысяч, ну, 5 единиц, а теперь она 13 тысяч стоит, ну, ладно, в принципе, все ради вас, пацаны, все ради контента. Ну, блять, SVA я бы хотел протестировать, но, надеюсь, в следующей серии он будет здесь стоять, и мы сможем его затестить, в принципе. Все, поехал в автослон, изначально посмотрим цену, и потом уже будем разбирать эту машину подробно. Ну, что ж, пацаны, вот я и приехал в автослон, я чуть машину уже покоцал, потому что я на рельсы наехал, и такую сольтуху наебнул, что я аж в шоке был, на самом деле. Извиняюсь за мат, я это не успел заснять, но, в принципе, не важно. Так, давайте к модельке перейдем чуть позже, давайте посмотрим, сколько вообще это чудо стоит. Так, вот, у нас здесь чекпоинт получается, и стоит она, пацаны, 8 миллионов просто, 8 миллионов. Блин, мне кажется, это дороговато, потому что в реальной жизни РСК столько не стоит. Ну, хотя стоит столько, я вот на авито, где-то пару месяцев назад смотрел, сколько РСК стоит. Хотя я живу в Украине, но я там чисто для себя смотрел, там нужно мне было. И самая дорогая РСК была, по-моему, 17-го года за 10 миллионов, поэтому, ну, возможно, цена это нормально, я не знаю, пацаны. Но у меня таких денег нет, чтобы ее купить, хотя мне РСК очень нравится, именно 6-ая. Седьмая тоже нравится, не так сильно, как нравится вот именно вот эта, РС6. Итак, давайте разберем ее, в принципе, что это за машина. Это быстрый универсал, так сказать, в принципе. Он очень классный, кстати, моделька качественная, видите, выход там реально очень качественная. Давайте посмотрим, что там по салончику, возможно, есть ли там косяки какие-то. Так, косяков, по-моему, нету. Кстати, да, у нас есть панорамный люк, а у нас, получается, есть этот, как его. Я забыл, как она называется, пацаны, блин. А в реальной жизни она полноприводная, здесь она тоже полноприводная. Это, на самом деле, большой плюс, потому что на других проектах я на ней ездил, и там она именно заднеприводная. А здесь она именно полноприводная, это очень круто. Реально, за это, кстати, респект Радмиру, потому что... О, какая-то сумочка, что это за прикол? Я не понимаю, что это за сумка, но ладно, скорее всего, это, типа, для какой-то мафии, либо еще что-то. Ну, прикольно, на самом деле, прикольно. Машина, не моя, уже развечтался, пацаны, на пешелок один, да, да, да. Раскатал губу, блядь, называется, иди, блядь, работай, сука. Раскатал губу, блядь, РА-6 за 8 миллионов, конечно, да, да, да. Так, давайте прокатимся, посмотрим на максимальную скорость, потому что я ее не проверял. В реальной жизни она едет, ну, не 300 километров, хотя, может, 300 и поедет в стоке, я не знаю. В стоке, возможно, 300 и поедет, но здесь она едет 171. Как-то маловато, на самом деле, я думал, будет побыстрее, но сама модель, как очень классно, качественная оптика очень прикольная. Видите, задняя оптика очень классно выглядит, на самом деле, прям четенько. Ну, и передняя оптика тоже прикольно выглядит, такой серый матовый цвет, прям, как надо, я бы сказал даже. Потому что у Булкина такая РС-ка была, я думаю, все его знают, в принципе. Именно из-за того, что я у Булкина видел, она мне очень понравилась и до сих пор, в принципе, мне нравится. Ну, что ж, пацаны, вот такой был тест-драйв, в принципе, обзор Audi RS6. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, пацаны, что мне реально поснимать на Redmi, потому что я в предыдущей серии вас спрашивал, но вы мне ничего не написали. Поэтому давайте, пацаны, поактивнее, поактивнее, просто пишите, что мне можно поснимать на Redmi. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok